Война войной, а обед по расписанию. Полевая кухня – это такой же символ победы, как Т-34 или легендарная «Катюша». От бесперебойной работы полевой кухни напрямую зависела боеспособность армии. Поэтому фронтовые повара почитались особенно, и они находили возможность накормить солдат вкусно и сытно даже в местах ожесточенных боев. В парке культуры и отдыха «Зеленый остров» в Черкесске сегодня также угощали солдатской кашей. Мадина Каракетова попробовала. Вот она, та самая военная кухня. В этом году ее выставили в качестве экспоната. А солдатскую кашу подвозили уже в готовом виде к установленной здесь же палатке. В ожидании угощения горожане распевают военные песни. День победы! День победы! День победы! Молодцы! Ура! Очередь за солдатской кашей немаленькая. Все хотят ощутить вкус того самого угощения. Каша у нас, конечно, вкусная. Приготовлена по солдатскому рецепту. Гречневая каша с тушенкой. Очень много пришло сегодня желающих. Как и всегда, надеемся, что горожанам понравится наша каша. Каше полагается чай, который оказался очень кстати в промозглую погоду, которая выдалась в этом году 9 мая. Кстати, тоже как тогда, в войну. С добавлением травок и веточек. Угощались с удовольствием. Отличная! Самая лучшая! Самая вкусная! Очень-очень вкусная! Дома такую не приготовишь! А что вкусного? Пропитана вот этой вот всей атмосферой. Победа! Да, победа! Очень вкусная! С нам победы! Мы победили! С праздником! Чувствуется, что она приготовлена с частичкой любви, с душой. Спасибо огромное! Чай очень вкусный! Самая вкусная каша в жизни! Совсем другая! Она явно солдатская! Она прям военная! Очень приятная! Очень рады, что так угощают! Классно! Сейчас эта традиция как бы поесть эту кашу, вспомнить наших воинов, которые спасли нашу жизнь, жизнь детей наших и дали нам вот эту радость жизни. Мы всем им обязаны, всем-всем-всем, что у нас есть. Очень интересная история военной кухни. Она берет начало еще с русско-турецкой войны, когда готовили на привалах. Но по-настоящему полевую кухню начали использовать после 80-х годов 19 века. Автором изобретения был Антон Турчанович, который предложил проект полевой кухни на колесах, на который одновременно можно было приготовить несколько блюд и кипятить воду не только во время привала, но и на ходу. Эти кухни использовались и в годы Великой Отечественной войны, а повара были на особым счету. Они, несмотря на ограниченные, а где-то и скутные запасы продуктов, умели накормить измученных солдат вкусно и сытно, и даже разнообразно при наличии фантазии и поварского мастерства. Сопровождался солдатский привал концертной программой. Такой праздник наиболее сильные чувства присутствуют. И хочется петь именно про героизм наших прадедов, наших отцов, дедов. И хочется посвящать песни именно им, потому что это такая сильная память, и она должна сохраняться, несмотря на то, что поколения меняются. Песни также помогали побеждать. Авторы воспевали родину, мужество и отвагу, боевое братство, отражали происходившие на фронте события, питали дух солдат и тружеников тыла, мотивировали, давали силы. Песни военных лет вдохновляют и сегодня, вызывают чувство гордости за свою страну, своих героев. И даже самые маленькие жители Черкеска подхватывали всеобщее настроение. Сила России в единстве, в бережном отношении к своей истории, умении чтить героев и в истинном патриотизме, говорили горожане. И благодарили ветеранов Великой Отечественной войны за победу, за возможность петь, танцевать и смеяться сегодня. Мадина Каракетова, Олег Малхожев, Вести, Карачаево, Черкесия.